Телеканал NBC показывает сериал «Американская Одиссея», газета «Ру. Культура». Игорь Карев – храбрые спецназовцы, преданные собственными командирами, бизнесмены, финансирующие исламских террористов, политические активисты и борцы с глобализацией. Телеканал NBC начал показ сериала «Американская Одиссея», в котором попытался вывести на чистую воду собственных национал-предателей. Американский спецназ во время обычной операции в Мали убивает одного из лидеров Аль-Каиды и обнаруживает на его компьютере важную информацию. Исламских боевиков тайно финансирует американская же компания. Но рассказать о предательстве спецназовцы не успевают. Вооруженный до зубов частный военный отряд забирает все улики, а потом уничтожает и самих бойцов спецназа. В живых осталось только сержант Адель Баллард, Анна Фрил, которая сохранила флеш-диск со скачанными с компьютера исламистов данными. Но везение Баллард на этом не заканчивается. Она попадает в плен к местным племенам, умудряется завоевать доверие и спастись от зачистки, которую устраивают в деревне все те же частные военные. Письмо о помощи, которое она отправляет своему начальнику-полковнику Глену, Триту Ильямс, ответственному за американские операции в Африке, остается без ответа. На родине Баллард объявляют погибшей. Ее семья получает положенные в таких случаях извинения и соболезнования. Правда, почту сержанта взламывает хакер, и о том, что она все же жива, становится известным политическому активисту-антиголобалисту Харрисону Уолтерсу, Джейк Робинсон. А бывший адвокат Пит Деккер, Питер Фоченели, ставший финансовым аналитиком в Сок, обнаруживает признаки коррупции в американском деловом сообществе. Многосерийный приключенческий боевик «Американская Одиссея», «Американ Одиссей», показ которого начал телеканал NBC, очевидным образом играет на одном поле с Родиной. «Хомленд», одним из самых успешных проектов кабельного «Шоу Тайм», потерянный и вернувшийся солдат, предательство, исламские террористы, мутные мотивы героев. Все это уже было в истории Николаса Брауди. Правда, сюжет Родины если и послужил создателем Одиссея в каком-либо качестве, то лишь как аргумент во время разговора с басами одной из крупнейших сетей США, мол, вам тоже нужен сериал о храбрых американских военных, хранителях мира во всем мире. У них, в принципе, и получилось нечто похожее, как если бы делать уже и Родину доверили знаменитой и оскораностной Кэтрин Бегелоу. В Одиссея есть даже пара прямых отсылок к последним фильмам режиссера. Так, спецназовцы сравнивают себя с морскими котиками, уничтожившей Бен Ладина команды 6. Цель номер один – погибшая группа, кстати, имеет номер 22. А во время рассказа на привале об аварии, в которую попал автомобиль частной военной компании, практически дословно цитируется один из эпизодов «Повелителя бури». Но, к сожалению, самой Бегелоу среди авторов сериала не значится, и ее творческий метод отстраненного наблюдения не выдержан. Да и психологическую интригу Родины в Одиссея найти очень трудно. История любви противостояния сержанта Брауди и оперативника ЦРУ Кэрри Мэттисон из «Подваль» подводит зрителя к идее некомпетентности американских спецслужб и правительства или отдельных их представителей. Американская Одиссея, не стесняясь, с самого начала начинает размахивать лозунгом о предательстве в штабах. Враги сразу показаны врагами, чтобы не осталось сомневающихся. Полковник Гленн с первого появления на экране вызывает антипатию и, видимо, окажется тем еще подонком. Ну а компания «Шок» мало того, что поддерживает террористов, еще и подозревается в уклонении от налогов, и это зло обязательно должно быть наказано. Но с масштабным и всемирным заговором Одиссея явно не справляется. А подпорка в виде национал-предателя из числа бизнесменов, которые в обход санкций проворачивают подозрительные сделки с врагами, низводят всю историю на уровень непритязательного комикса. Было бы лучше, если бы создатели сериала ограничились лишь странствиями сержанта Баллард, ее блуждания по пустыне в стремлении добраться до своих действительно тянут на аналог длинного путешествия древнегреческого героя. С другой стороны, Родина тоже начиналась с непритязательного зачина, который можно было развернуть куда угодно. У Одиссея пространства для маневра меньше, скорее всего, этому сериалу не суждено стать прорывом в жанре шпионского боевика и он так и останется в тени более великих предшественников, хотя бы той же Родины. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.